Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте привлечь ваше внимание к проблеме трудных дыхательных путей на примере клинического случая. Как правило, интубация трахеи не вызывает проблемы у опытного анестезиолога. Несмотря на это, в структуре внутрибольничной анестезиологической летальности данная проблема составляет внушительный вклад. По данным судебно-медицинской экспертизы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среди всех дефектов оказания анестезиолога-кринингологической помощи, дефекты при обеспечении проходимости дыхательных путей составляют практически 70%. Огромным шагом на пути решения этой проблемы явилось создание алгоритмов, протоколов и клинических рекомендаций общества анестезиологов и анестезиологов. Также важное место занимает создание локальных протоколов-алгоритмов, которые задаются на основании вышестоящих документов, ни в коем случае им не противоречат, но основанные на возможностях и на специфике конкретных стационаров. Во-первых, клинические рекомендации дали четкое определение понятия трудных дыхательных путей, включив в него трудную вентиляцию лицевой и маски, трудную установку надгортанного воздуховода, трудный хирургический доступ. Во-вторых, они дали четкий лаконичный план действия при непрогнозируемой интубации. На данном слайде представлен алгоритм общества трудных дыхательных путей Великобритании. Наш алгоритм принципиально никак не отличается, отличается только наличием букв. Также клинические рекомендации создали довольно четкий алгоритм действия при прогнозируемой трудной интубации, разделив всех пациентов на группу низкого риска и на группу высокого риска. Для пациентов низкого риска неудачной оксигенации методом выбора является либо внутривенная индукция, либо ингаляционная индукция. Для пациентов высокого риска методом выбора является интубация в сознании при ее возможности. Если интубации в сознании провести невозможно, то индукция анестезии с двойной подготовкой к экстренной крикотириотомии. Говоря об интубации в сознании, существует две стратегии. Первичная инвазивная стратегия и неинвазивная стратегия, которая в любой момент может перейти в инвазивную. В рекомендациях довольно мало места и времени уделено местной анестезии, а также седаланальгезии. Но везде фигурирует, что выполняется под местной анестезией, которая может быть выполнена либо ингаляцией, либо орошением, либо полосканием. Также имеет место выполнение региональных блокад. Анальгезия и ситуация факультативно может быть выполняться, что отражено в рекомендациях. Препаратами выбора являются кетамин, дексаметадмитин. Все остальные препараты встречались в ранее приведенных исследованиях, и так как они угнетают дыхательные центры, их использование под вопросом. Проблема решается, но несмотря на это она до сих пор остается актуальной, особенно она актуальна у пациентов с заболеваниями головы и шеи, особенно в онкологии. Позвольте представить пациентку. У пациентки 35 лет диагноз мезонхимальная кондросаркома альвелярного отростка верхней челюсти справа, вторичное поражение легких, планируемая оперативная вмешательство тракотомия справа, метастазикотомия, химия и перфузия правого легкого. В 2009 году впервые был поставлен диагноз. Была выполнена резекция верхней челюсти и мягкой ткани щеки справа. Потом несколько реконструктивных и пластических операций. В 2013 году рецидив. Выполнена резекция верхней челюсти справа, удаление опухоли с резекцией структур правой половины носовой полости, правой верхней челюстной пазухи, нижней и правой стенки правой орбиты, структур подвисочной и крылонебной ямок с куловой костью. Зачем несколько курсов химиотерапии и лучевой терапии. В 2016 году прогрессирование основного заболевания с метастическим поражением обоих легких. Проведено несколько курсов химиотерапии. В 2017 году прогрессирование заболеваний, прогрессирование метастазов легких, пациентка поступила к нам. Сопутствующая патология анемия средней степени тяжести, гемиалгебин-84, катеральный гастроденит вне фазы обострения. Объективно на себя обращает внимание маломпатия четвертый класс, а также наличие посттрахеотомического рубца. Инструментальные методы диагностики без особенностей обращают внимание, что признаков посттрахеотомического стеноза трахея нет. В нашем центре при работе с пациентами с прогнозируемыми трудными дыхательными путями принято использовать алгоритм, основанный на диагностической таблице Москва-ТД. В зависимости от количества набранных баллов, идем по одному из путей. При количестве баллов менее двух включительно, трудная интубация возможна. Методом выбора является интубация в стандартных условиях. При наличии трех баллов, вероятно, трудная интубация, выполняется диагностическая ларингоскопия. И в зависимости от того, что мы видим, либо интубация в стандартных условиях, либо пробуждение пациента и фиброоптическая интубация в сознании. При оценке более четырех баллов облигатная трудная интубация, фиброоптическая интубация в сознании. Нашу пациентку мы оценили по данной шкале, и у нас получилось шесть баллов, что соответствует облигатной трудной интубации и, соответственно, фиброоптической интубации в сознании. Был составлен анестезиологический план. На первом этапе – получение информированной согласия на проведение интубации в сознании и на проведение крикотириотомии. Второй этап – назотрахеальная интубация под фиброоптическим контролем в сознании. В случае неуспешной интубации – переход к крикотириотомии. В случае успешной интубации – заведение трубки в левый главный бронх. при успехе начала интубации, при неуспехе раздуть манжетку в трахеи, ввести в правый главный бронх бронходилататор. Непосредственно на операционном столе была приведена ингаляция лидокаина 2-процентного через него лазер в течение 10 минут. Выполнена преоксигенация 100% кислородом через лицевую маску. Приведена минимальная ситуация препарата фентанил. Затем выполнена назатрахеальная интубация под фибротическим контролем сознания при постоянной подаче 100% кислорода. Была выполнена успешная интубация армированной трубкой 7,5, что было подтверждено капнографически, аскульдативно-эндоскопически. После подтверждения была выполнена индукция и осуществлена попытка завести трубку в левый главный бронх. Попытка не увенчалась успехом. Мы планировали использовать бронхоблокатор типа изи-блокер с двумя манжетами. С техническими сложностями был заведен изи-блокер, фиксирован на бифуркации. Раздута манжета в правом главном бронхе, коллабирована правая легкая. Пациентка была ратирована на левый бок, осуществлялся повторный аскульдативный и эндоскопический контроль. Была начата операция. Вместо заключения хотелось бы подчеркнуть такие моменты. Во-первых, значимость проблемы трудных дыхательных путей, что подтверждается клинически и статистически. Необходимость знания врачами-анестезиологами международных и национальных протоколов и рекомендаций, а также следования им. Также необходимость создания локальных протоколов, которые не противоречат национальным протоколам, но при этом адаптированы под возможности и под специфику стационара. А также при работе с пациентами с прогнозируемой трудной интубацией необходимо составлять индивидуальный план анестезии, предусматривающий различные варианты развития клинической ситуации. На этом все. Спасибо за внимание. Такую фразу, что лучше пациент потерпит, но останется жив, чем он во время наркоза закончится серьезное осложнение. Ну вот к этой фразе действительно нужно прислушаться, это где-то разумно, но вот все-таки по опыту нашего отделения, какой способ есть однозначно альтернативный и по безопасности, а по эффективности, наверное, он сейчас еще и выше. Вот эта работа, которая вот последних буквально месяцев. Вот Гурин Михаил Николаевич делал доклад, вот Анна Алексеевна, здесь тоже вот наш ординатор находится, которая проводила эту работу. Можете вот немножко пару слов сказать? Да, конечно. Методом выбора явилось бы использование препарата Дексдор, для осуществления фиброптической интубации сознания под минимальной седацией препаратом Дексаметаминзином. Мы не использовали в данном случае, потому что пациентка была настроена на полное сознание, и пациентка с довольно стабильным психотипом. Спасибо. Да, вот доза Дексдора 3 микрограмм на килограмм в час. В час тогда выдерживается, во-первых, эффективность высокая, в данном случае препарата по РАМСЭй достигается где-то 3 балла, и угнетения дыхания нет, и что по инструкции очень важно, выдерживается еще необходимая 10-минутная нагрузочная проба. Известно, что больше 1 микрограмм на килограмм массы тела нельзя больше в течение, за 10 минут. Здесь мы как раз все выдержим. Да, пожалуйста. Спасибо большое, Алексей Александрович. Александр, замечательный клинический случай, очень непростой, и, мне кажется, достойно выполнен. Я думаю, что тут добавить особенно нечего. Седация может проводиться, может не проводиться, как Вы сказали, зависит от пациента, но здесь уже как бы жизненные показания, довольно сложно, иначе, фиксировать дыхательные пути. Например, у нас проводятся как бы воркшопы или обучающие программы, когда друг другу участники проводят оригинальную анестезию лидокаином дыхательных путей, и друг друга потом интубируют фиброт через фиброскоп. И это совершенно можно сделать. То есть, в принципе, им ситуация не нужна, нужно просто время и настойчивость. Продолжение следует...